Всем добрый вечер, мы приветствуем вас из Росаши. Мы продолжаем. У нас есть долг, у нас есть прошлый урок, мы не закончили. Есть знаменитая года про царя Соломона. Самая длинная история, которую стал будет на три листа. То есть она начинается в Томи Гитин 68 на два листа, 68-1 и 68-2. Действительно очень длинная история. Коротко напомню. У царя Соломона в книге Экклезиаст есть интересное предложение. Он пишет, как у него много всего было, и дворцы, и виноградники, и поля. Написано в книге царя, что у него было 24 тысячи не лошадей, конюшен. У нас есть 24 тысячи гаражей. В гараже может быть 10 машин, может быть 100. Такого объема был человек. Нет там какие-то золотые мерседесы. 24 тысячи конюшен. А конюшен тогда были большие, потому что, вы же знаете, содержать одного коня или 10, это примерно та же работа. Что одного коня кормить, что плюс-минус 10. Так уже лучше возьми 10, будет проще. Да, одну машину чинишь или 10, проще сделай гараж. И вот, значит, там все это вобилие, чего он делал, говорит, и я сделал себе шеда вешедот. Значит, сегодня шеда это такая, ну, ящик, как сказать, комод. Но можно это перевести по-другому. Дело в том, что шед – это черт. Соответственно, я сделал себе черта и чертиху в женском роде. Отсюда, значит, есть история о том, как вот Ашмада его снес с царства. И это, про это, эта история. То есть нужно понимать, что в Библии это специально не все записано. Есть вещи, которые умалчивают. Иногда в хорошем смысле, иногда в плохом. И вот эту историю, как его сняли с царства, умалчивают. Но он принес много намеков. И вот сделался много чертей. Значит, один, значит, мудрец говорит, это, значит, виды музыкальных инструментов. А есть, значит, мнение – это вот черт и чертиха в женском роде. И поэтому вся эта история про эту историю. И вот, значит, написано дальше. И весь храм, который поставил царь Соломон, оно, значит, из цельного камня сделано. Видели камни в стене плача? Еще ничего. Там эта стена плача, она второго храма. Если опуститься на несколько метров вниз, там будут слои первого храма. Сегодня с экскурсией Мингорода Котель. Это туннели Старого Иерусалима, если можете сходить. Там, чтобы люди не заблудились, нет индивидуальных, только группами. Нас там пересчитывают, номерки дают. То есть нельзя прийти одному и там гулять. Вы там потеряетесь. В этих туннелях. И там камни, ну что вам сказать, 150 тысяч тонн весят. Они еще больше, чем эти. То есть, сказать вопрос, как они их тогда делали и перевозили. Тем более, что мы знаем, что по сей день этот Иерусалимский камень, белого цвета, который выделил с деклефами. Далеко. Но все равно нужно как-то перевезти. Так вот, значит, сказал царь Соломон, как же нам строить храм у мудрецов? То есть, как будем распиливать не деньги, а как скалу будем распиливать? Технология такая. То есть, по сей день они споры, как пирамиды. Делали, но там видно, там видно, что их кусками кладут. Там видно. Сказали мудрецы, значит, что есть такая интересная штука, которая называется шамир. Шамир это... Сегодня шамир это, как знаете, как в салат. Петрушку, укроп. Укроп это наберите. Шамир это укроп наберите. Но у этого есть еще смысл. Сейчас увидим. И вот храм написано, он построен без металла. Без молотка, без пилы, без бензопилы. Как вы вообще будете распиливать? Да. Почему? Потому что металл написано укорачивать через кружите. Тогда это был меч, сегодня это пули, там снаряды. А храм жизнь продлевал. Поэтому нужно было построить храм без металла вообще. Как можно скалу без металла? Сказали мудрецы, значит, есть царь чертей. Он знает как. Нормально. Вот иди к нему, и он тебе расскажет. Хорошо. Значит, привел... Царь Соломон, нужно быть мудрецом. Привел черта и чертиху. И поссорил их между собой. Молодец какой, да? Они стали между собой ругаться. Вот. И, значит, стали спорить между собой. А когда спорят конкуренты, это хорошо, значит. Кому-то можно выпутать что-то. Спросил он их, где мне достать этот шамир таинственный. Сказали они, мы не знаем. Ну, может быть, наш царь Ашмадай, царь чертей, он знает. И спросили, где он находится. На такой-то горе. Теперь, здесь из описания в этика, что шамир это был червь. Живой червяк, который прорубал себе каким-то образом путь в скале. И скала разделялась. То есть, он фактически работал топором живым. То есть, не топор, не пила, а это червь. Как-то он пролазил там. И, в общем, нужно его достать. Хорошо. Значит, послал царь Соломон одного из своих воинов. Одного из своих слуг. Значит, что он сделал? Значит, они узнали, что, значит. Царь чертей каждый раз, когда уходит, закрывает свою еду и питье. Ставит свою печать. Приходит, проверяет, и потом пьет и кушает. Зачем? Чтобы не отравили. Есть такие правила в кашуте. Мы всегда... У меня есть один коллега, он все закрывает. Все. Нельзя ничего открытого сказать. Ни банку, ни бутылку. Вот. Есть, там пишут про злых духов. Окей, злых духов. Вот. Мухи залетают. Значит, все закрывает. Так вот, в кашуте то же самое. Мы все закрываем. Мясо покрываем. Молоко покрываем. Вино покрываем. Даже открыть его нужно особым образом. В любом случае... И вот, значит, этот вот царь чертей себе сделал яму, наполнил водой. И всегда он ее закрывает камнем и запечатывает. Каждый день улетает на работу. Не бездельничает. Летает на небеса. Жалуется на людей. Капает на людей, да? Вот. А потом, значит, прилетает. Проверяет свою печать. Если все в порядке, пьет. Вот такой вот умный царь чертей. Хорошо. Царь Салмон послал неабыни уйода. Это был один из его военных министров. Он сегодня... Я жил возле его могилы. Это, кстати, на севере страны. Значит, он был такой воин, такой. Рэмбо такой. Люди ходят там по улице ему на могилу. Однажды я шел там, когда был лодой, пешком ходил там. Сегодня автобус хоть раньше не было. Меня как-то подобрали. Говорят, что за могила? Я говорю, наверное, да. А чем известен? Я говорю, сильный был. Что, говорят, мужская сила? Я говорю, нет, говорю, обыкновенная сила. Обыкновенная сила. Он просто был сильный воин. Его могила известна. И вообще, неабыни, яда, значит, дал ему железную цепь, и на которой, значит, написал имя Всевышнего. Имя Всевышнего – это непроизносимое имя. С этими именами Иисус сделал чудеса, но не про это сейчас речь. Значит, и этим именем вот можно было даже царя чертей смирить. Окей, это знаменитое вот 70-е имя. Хорошо. И, значит, и также взял с собой вино, пришел к этому, значит, бассейну запечатанному, сделал маленькую дырочку и отвел всю воду. То есть печать осталась, а там ничего нет. Провел другую дырочку и закачал туда вино. Хорошо. Спрятался. Прилетел. А, он пишет, значит, что воду он снизу. Он снизу сделал дырочку, вода вся внизу шла, а вино сверху. И оно затекло. Значит, прилетел Ашмадай. Проверил печать. В порядке. Его питье выпил, а пьянел и заснул. Что требовалось доказать? Но, в сущности, против этого боролся всю жизнь. За что боролся? А то и напоролся. Против каждого умного. На каждый болт и своя гайка. В общем, когда, значит, Апьянел написал ему этот удобный юда, что это цитата, опять-таки, из Писания, значит, что клоуны, они падают в вине. То есть, глупцы напиваются. А умные не ошибаются. Что человек не ошибается. Пьют в меру. Никто не сказал, вообще не пить. Мы же не мусульмане. Хочешь, выпей. Но, каждый узнает свою меру. Не напиваться. Окей. Значит, хорошо. Значит, напоил он его, заковал его в эти цепи, арестовал. Когда проснулся, стал шуметь. Сказал он ему, б наяву. Имя твоего господина на тебе. Всевышний. Это с непроизносимыми. Не можешь его произнести. Окей. Подчинился. Взял его, значит, и повел. Проходили. Сейчас начинается сам вот эта история. Проходили, значит, мимо пальмы. Потерся. Царь чертея пальму. И она упала. Проходили. Они мимо дома. Потерся дом. Дом упал. Проходил он мимо хижины одной вдовы. Она вышла и уволяла его о чем-то. Он ее не послушал. Задел крышу в ее хижине. И поломал себе кость. Увидел слепого в пути. Помоги мой направил на правильный путь. Ровно как в Торе написано. В Торе написано. Перед слепым. Места препятствий. А слепым нужно помогать. Увидел пьяного, который ошибается в пути. Направил его на правильный путь. Увидел свадьбу, в которой все невероятно радуются. Заплакал. Увидел. Услышал человека, который говорит сапожнику. Сделай мне обувь на 7 лет. Раньше люди не ходили, которые покупали в следующий год в Киеве. Потому что мода изменилась. Раньше на Селёбу много лет. От отца к сыну. Ремонтировали. Без конца. Пока не разваливался. Так вот он говорит. За заказ делай. Сделай мне обувь на 7 лет. Засмеялся. Увидел колдуна, который делает всякие фокусы. Берет за это деньги. Как в цирке. Циркового колдуна. Засмеялся. Пришли в Иерусалим. Он говорит. Ну. Я пошел к царю. Мы сказали. Нет, нет. Три дня не заходил к царю. На первый день. Говорит. Чего меня к царю не зовут? Я все-таки. Царь чертей. Это царь людей. Я царь царей. У нас. Мы немножко равня друг другу. Наверное, о чем поговорить. Сказали ему. Ну, царь там переел и перепил. Почему он там это? Как это? Опохмеляется. Царь царь сказал. Хорошо. Значит. Услышал это. Взял. Один кирпич. Положил на другой. Сказали царю Соломову. Так и сделал. Положил кирпич. Сказал он им. Напоить его снова. Напоили снова. На второй день. Почему меня к царю Соломоне ведут? Сказали ему. Царь переел. И кается. Его величество и кается. Царь занят. Взял эти два кирпича. Поменял местами. Передали снова царю Соломону. Сказал царь Соломон. Не давайте ему кушать. После трех дней. Привели его к Соломону. Взял значит. Тростник. Тростниковый. На востоке много тростников. Тростниковое море. Красное называется. Взял тростник. Взял тростник. Очертил. Квадрат 2 на 2 метра. И кинул перед царем. Но не в царе. Перед ним. Сказал ему. Царю Соломону. Главный черт. Когда умрешь. У тебя не будет в этом мире ничего. Но только вот 2 на 2 метра. Это очень известно выражение. Что у человека в будущем. Со всех его работы и заслуг. И всех денег. 2 на 2 метра. Сейчас, говорит. Ты захватил весь мир. Включай меня. Но зачем? Я тебе нужен. Да. Царь Соломон. Написывает. Сколько у него было богатства. Что он сделал. Серебро. Как камень. Я. Зачем тебе нужен. Сказал ему. Царь Соломон. Ты мне вообще не нужен. Мне нужно узнать. Как построить храм. А для этого нужен Шамир. Этот червяк. А для этого не нужен ты. Вот и все. Значит он говорит. Сдавай. Информацию. Как мы на этом пристаем языке. Нашибчи. Нашибчи информацию. Я тебя отпущу. Баруха. Ты от нами халамша. Коль нам двором. Сказал ему царь. Чертей. Даже мне. Не передан этот червь. То есть. Такая вот серьезная вещь. Толмуд напоминает. Что он был сотворен. Перед. Седьмым днем. Перед субботой. После сотворения человека. То есть. Есть еще. Такая мишна. Где есть. Это в пироге. Вот стоит. Где было еще несколько вещей. Перед наступлением субботы. В конце шестого дня были созданы. Один из них это червь. В любом случае. Значит. Есть какой-то дикий. Дикий петух. Он называется. Собо именем на Велите. Значит. Сегодня это. Одно подразделение десантников. Так называется. Там у них тут. Такой петух. В красном бегает. Они значит. Бегают. Непонятно где. По пустыням. И значит. Он вот. Поставлен. Со дня сотворения мира. Шестого. Охранять этого червяка. Никому не давать. Хорошо. Значит. А как им работают? Спрашивает царь Соломон. Сказал. Ну очень просто. Говорит. Ты. Говорит. Его не кормишь. Не поешь. Он сам себе все находит. Классная работа. Не кормишь. Не поешь. Зарплаты не платишь. Сам себе. Супер. Значит. Но. Ты. Говорит. Его. Кладешь. Там где тебе нужно. И он тебе. Скалу разрезает. Это то что ровно было нужно. И поэтому. Значит. Он называется Шамир. Хорошо. Послали значит. Где живет этот дикий петух. В пустыне. Выяснилось. Что у него. Есть. Как это. Дети. Яйца. Значит. И мама там. Петух. Есть. Не знаю. Курица. Мама курица. Отец петух. Хорошо. Значит. И. Он. Их охраняет. Что сделал. Значит. Этот. Бнояву. Он не только был. Рэмбо. У него еще голова работала. Он. Положил ему. Стекло. Лист стекла. Прозрачный. Все. Все видно. Но. Не можешь. Добраться. Значит. И когда пришел этот дикий петух. Хотел. Зайти. К себе. Гнездо. Сесть вниз. Не может приземлиться. Хорошо. Пошел. То. Что он охраняет. Взял еще мир. Положил. Он ему все разрезал. Все что надо. О. Это то что нужно. Увидели. Этого червяка. Тогда. Значит. Бнояву. Закричал. И он. Посмотреть. Опа. Шамир. Упал у него. Все. Подобрали. Спасибо. До свидания. Хорошо. Получили то что нужно. Но это опять таки. Еще не конец. Сказал. Теперь. Значит. О. Что же он там все делал. Сказал. Бнояву. Ашмадайу. Почему. Когда мы шли в пути. Ты увидел слепого. И ты. Исправил. Его путь. Помог ему. Сказал ему. Царь. Тертьей. Потому что. Он полный праведник. И. На небесах. Говорят. Тот. Кто поможет. Этому слепому. Он. Достается. Жизни. Будущего. Жизнь. После смерти. Да. То есть. Помогаешь слепому. Достаиваешься. Жизни. После смерти. А почему. Когда ты увидел. Пьяницу. Ты помог ему. Пьяница. Не может быть. Хорошим человеком. Сказал ему. На небесах. Горят. Что. Полный. Злодей. И тот. Кто поможет ему. Он. Закончит. Свой жизненный путь. Раньше. Да. То есть. Сказал ему. Дальше. А почему. Когда ты увидел свадьбу. Ты заплакал. Сказал. Потому что. Жених. На этой свадьбе. Умер через 30 дней. И. Невеста. Будет ждать. Следующего. Жениха. Еще. Жениться. На его братья. Но если. Обе стороны. Готов. Сегодня. Так не делали. Но. Раньше. Так делали. Еще. Я видел документы. Еще. В 20 веке. Еще. Сто лет назад. У. Кавказских. И. Бухарских. Евреев. Это дело. Называется. По-русски. Немножко. Людям кажется. Что это. Матюки. Называется. Ебум. Ес. Цел. Толмуда. И. В. Там. Это. Описывается. Это. Совсем. Не. Что. Вы. Думаете. Это. Это. Именно. Вот. Этот. Процесс. Когда. Умер. Муж. И. Оставил. Детей. И. Жена. Ждет. Второго. И. Выходит. Что. Ее. Второй. Муж. Он. Может. Быть. Намного. Младше. Ее. Это. Это. Быть. В теории. Старший. Брат. Но. Это. Очень. Сегодня этого нет. Плюс. Там. Оба стороны. Должны быть готовы. Если кто-то из них. Не готов. То этого всего нет. Но. Раньше. Люди были готовы. Почему? Во-первых. Там. Давали имя. Тому мужу. Который умер. Нужно родить ребенка. Дать имя. Тому. Чтобы имя не исчезло. Плюс. Змельный надел. Если. Жена уходит. То тогда. Змельный надел. Возвращается. В семье мужа. А так. Все у них остается. Поэтому. Люди соглашались. Здесь он говорит. Не просто. Что ее первый муж умрет. А второй еще. Намного-много. Меньше ее. Мы сейчас читали. В Торе. Да. Юдай Тамар. Да. Значит. Там. У нее два мужа умирают. Есть. Есть такая. Значит. Пиковая дама. Да. Там. А чего умер ваш муж? Грибов поел. А почему синяки не хотел есть? Да. Значит. В Талмуде. Рассматривают такие ситуации. Женщина. У которой мужья умирают. Это называется. И шаг отлонить. Как-нибудь расскажу. Или наоборот. Мужу которого. Жен умирают. Легально. Без всяких там. Легально. Да. Есть такие ситуации. Да. Это мудро разбирает. Это. В чем вина этого человека. Не взяли с ним жениться. Падет замуж. В общем. Всякие варианты здесь бывают. А почему ты. Когда. Услышал человека. Горящего сапожника. Сделай мне обувь. На семь лет. Засмеялся. Сказал ему. Этот не проживет и семи дней. А просит себе обувь. На семь лет. То есть. Человек. Человек. Царь чертей знает будущее. Да. Значит. И. Соответственно. Реагирует. Почему. Когда ты увидел. Церкового. Значит. Колдуна. Который делает. Чудеса. За деньги. Сосмеялся. Он говорит. Он сидит. Над кладом. И не знает. Что у него клада. Людям показывают какие-то фокусы. Это известная история. Знаете. В Кракове есть синагога Ицхака. Это известная история. Она там написана на входе. Значит. Был один еврей. В Кракове. Мы говорим сейчас. Про 1700-е годы. Значит. 18 лет. Который видел во сне. Значит. Что. В Праге. Под мостом. Есть клад. Нужно пойти. Вы взять. Я москану. Историю. Это про него. В итоге выяснилось. Что кладу него. Под домом. У него под печкой. Когда же были печки. Он его раскопал. Клад нашел. На эти деньги посылутой синагогой. Там эта история все написана. Поэтому истории. Чтобы человек идет куда-то далеко. Неже ходили. Кладу тебя под домом. Это то, что говорит Ашмадай. Да. Поэтому. Значит. У него есть клад. А он. За деньги. Там. Что-то делает. Задержал. Соломон. Его еще. Царя чертей. Пока не построил храм. Однажды они остались вдвоем. О. Здесь начинается само. Остались вдвоем. Это показательно. Есть несколько запретов у нас. Оставаться вдвоем. Например. Чужому мужу. Чужой жене. Это называется. Ихуд. Уединение. Нельзя. И тому подобные вещи. Всякие уединения. Всегда плохо. Могут плохо кончить. Например. Написано про Иосифа. Что это добивалась. Жена. Патифара Иосифа. Там тоже самое. Они остались одни. Толмуд говорит. Что. В этот день у них был праздник. Они не работали. Иосиф спокойно пришел. Дома никого нет. Она знает. А вернулась. Ловушку построила. Теперь. Что ему нужно было делать? Нужно было уходить. Он-то ушел. Но написано. Ставил ее одежду у себя. Убежал голый. Есть. В том, что он сам хотел ее. Добровольно снял. Ну, в общем. Есть разные версии. Окей. Остались они одни. Нельзя было оставаться одними. Сказал царь Соломон Ашмадаю. Значит. Объясни мне некую вещь. Есть одно предложение пророка Исаии. Значит. Как птицы летят. По-разному. Значит. И царь Чертей объясняет, что есть, говорит, летают ангелы. Есть летают черти. Это разное летание. Я, говорит, могу видеть, кто как летит. Хорошо. Сказал ему. А в чем ваша мудрость больше нашей? Мудрость чертей больше людской. Сказал ему царь Шмудай. Смини с меня. Цепь я тебе расскажу. Надурил. Да. Царь Соломон снял с него цепь. Как только снял с него цепь, дал ему свое кольцо. Есть разные версии. Там, что было на кольце царя Соломона. Это все сказки. Там, это Куприн написал. Это литературная выдумка. Там не было всяких там фраз. Там все проходит. Все чепуха. Значит. Но. У него, да, было кольцо. Там это же имя Всевышнего. По-моему, стоит из 70 букв. Значит. Как только взял его кольцо, взял царя Соломона и выкинул черта бабушки на 400 миль. Очень далеко. А сам принял облик царя Соломона и сел на трон. О, как получилось. В тот час сказал царь Соломон. В чем смысл человека, работа над всем его трудом над солнцем? Это первая фраза из Экселлюзиаста. Я был. Там написано. Я был царем в Иерусалиме. Что значит я был в Иерусалиме в Иерусалиме? Не просто я царь в Иерусалиме. Я в прошлом. Я был. Был и закончил. В чем смысл всей работы? Вот он работал. Мы ему выкинули царство. Это все значит доля человека. И тогда значит он стал ходить, царь Соломон, по разным людям. Перед разными входами в дом. И говорил. Я, Куэлет, был царем в Иерусалиме. Видимо, говорили. Ты с ума сошел? Царь в Иерусалиме. Учите плюс. Что раньше не знали, как люди выглядят. Раньше не было. Мобильников. Не было телевизора. И не было газет. Поэтому есть масса историй, как разные люди переодевались и ходили в народ. И народ не знал, что это их царь. Первая самая история это про... Это про Рашида Аль-Гарунди. Из Тысяча и одна ночь. В Багдаде. Потом тоже самое дело Наполеону. Есть так история про Петра Первого. Это все правда. Люди не знали, как переодеть царь. Откуда они? Они когда увидели? Картины были, фотографии были. Все знали, как его зовут. Так он выглядит, никто не знал. Поэтому человек просто обменял одежду. Так как его лицо не случайно там Ахашвирош, там с чем человек, всем всего знают, как он выглядит. Видящее лицо царя. Ахашвирош не знали, как царь выглядит. Поэтому Ахашвирош мог спокойно гулять, если бы захотел. Никто не знает, как он выглядит. Поэтому, когда ходил царь Соломон, я не знал, что там. Никто не знал его в лицо. Ему говорят, царь Соломон в Иерусалиме. Тем не менее, значит, когда каким-то образом он дошел до Иерусалима, и Сан-Ядрин, Совет Мудрецов задумался. То есть, самый простой вариант, что этот человек сумасшедший, царь Соломон в Иерусалиме, а он говорит, что он царь, но с другой стороны, нужно стоит редчайший вариант, что он не сумасшедший, что мы все сумасшедшие. Нужно рассматривать все варианты, понимаете? И вот в этом проявляется величие человека. Есть известная история, значит, про профессора Бахтирова, профессор психиатрии. Он бежал от коммунистов в 20-е годы, прибежал в Берлин, значит, преподавал психиатрию, и значит, привел студентов. А раньше психов не выпускали. Там сегодня люди ходят, что-то вообще-то это считается нормальным. Раньше закрытое отделение посадили. И, значит, они приходят, и он говорит, что это вот, смотрите, вот психи. Один псих подбежал, говорит, нет, говорит, вы психи, мы нормальные, только вас больше. Настоящая история, да? То есть, кто первый делал халат, тот и психиатр, да? Значит, поэтому, опять-таки, нужно рассматривать варианты, что возможно-невозможно. Тот, кто говорит, это невозможно, сейчас, вот когда 7 октября, значит, есть, там, видят солдатка, это невозможно. Как они прорвали стену, там, если там птичка летела, у нас была тревога. Вот поэтому она была солдатка, она никогда не была офицером. Потому что в армии всегда рассматривают вариант невозможный. Нужно готовиться к невозможному. А сейчас мы не были готовы. Нужно было смотреть невозможный вариант, а их не рассматривают. Поэтому произошла беда. А Сангедрин здесь берет и рассматривает невозможный вариант. Что есть царь-самозванец, а этот настоящий. И это великая мудрость. Хорошо. Как же нам понять, что... Где настоящий царь? Был потом такой рассказ, принцы нищие, знаете? Как было два ребенка, они там поменялись потом. Эта тема очень обыгрывается. Еще раз, принцип здесь простой. Люди не знали, как глядя царь. Не знали лица. Спросили они Угнаяву, его верный, значит, военачальник. Тебя царь к себе зовет? Он говорит, нет. Спросили они у жен царя, у цариц. Царь к вам приходит? Они говорят, да. Приходит. Сказали они, посмотрите на его ноги. Есть традиция, это Гоголь потом пишет. О черте, значит, у них ноги не как у людей. Как у петухов. Это из кабалы. Проверьте его на ноги. В тучейческие ноги. Сказали они, он всегда приходит в сапогах. То есть он скрывает свои ноги. И хочет нас, когда нельзя. А когда нельзя? Когда женщина нечиста. Когда есть цикл. И так же он пытался добиться Батшевы своей матери. То есть понятно, что сын не может добиваться своей матери. Это явно не царь, это самозванец. Тогда поняли, что сумасшедший, он не сумасшедший. Он так и святый, царь Соломон. То есть даже Сан-Ядрин не знал, как выглядит царь. Его в лицо. Вот что интересно. То есть они тоже менялись. Пока он добрался оттуда до Иерусалима, прошло там несколько лет. Есть меня нет три года, есть меня нет пять лет. Говорят, десять лет. В это время мудрецы сменились, те, кто его знал. Пошли на пенсию, умерли. И тогда, значит, дали ему... Царскую, значит, вот эту вот цепь, которая из золота. Это то, что Иосифу положили. И кольцо царское с именем Непрессива Всевышнего. Когда, значит, вошел настоящий царь, увидел Соломона и быстренько свалил, быстренько улетел. И все равно, и все равно царь Соломона пасался своего конкурента до конца своей жизни. И это то, что написано, песня песней, которую тоже написал Соломон. Вот 60 героев Соломона его охраняют. То есть его охраняли всю жизнь после смерти 60 спецназовцев. Вот такая история. Окей, что скажете? Понятно нам, что это очень-очень сложная история. Что здесь более спрятанно, чем рассказано. Шамир, да, это был черт. Шамир – это затратка. Их люди потом как-то не их катили. Как-то не их катили. Так же, как и вместе. Ну, еще сотни тысяч людей катили. Да, еще раз, вы можете создать. Еще раз, там горы идут. Там можно природным образом катить, да. Там иногда едешь, убираешь много газа, а машина катится. Дело в том, что на Иерусалим. Дело в том, что Бетлехим выше. Там горы идут, иудейские, самарийские горы идут вот так. Иерусалим немножко в низине. Бетлехим на 100 метров выше, Хеврон еще на 100 метров выше. Поэтому вы, если правильно сделаете, правильно построите дорогу. Вы можете катить. Это как раз реально. Это чисто география. Там ничего сложного. Вы можете катить. А я в самой честной нацелке, чем у меня не який ключ. Это правильный вопрос. Ведь есть еще в Торе, там Авраам кормил ангелов, а они кушали. Да. Авраам кормил ангелов, давал им мясо и молоко вместе, а они кушали. О, это что бил? Они делали вид, что кушали. Им не нужно кушать. Хорошо. Теперь, значит, он говорит, да, в чем смысл всего моего труда? Да. В чем смысл всего моего труда? Царь Соломон напрямую сомневается, что будет после него. То есть он очень много трудился. Создал великую империю. Израиль в то время был действительно крутой империей. Самые лучшие наши годы были при Давиде и Соломоне. Это было 70 лет. Все коротко. По сей день помним. Вспоминаем. Как было раньше. Как хорошо. Царь Соломон здесь, во всей этой истории, намекает на своего сына. Он не знает, кто его сменит. И он пишет там, будет ли человек работает там, будет ли он умный или глупый. Следующий. Да? То есть он сомневается. И в сущности он правильно предсказал, что тот, кто его сменит, будет не очень умным. Сын, который его сменил, в итоге первенец. Кто бы следующим царем после царя Соломона? Ирхавам его звали. Он все развалил. Все развалил. Царство раскололось на двое. Дело в том, что тогда были огромные налоги. То есть у нас сегодня налоги 40-50 процентов. Это считается много. В Германии, в Америке. Не в Америке, меньше. В Америке 30. В Израиле, как в Германии. В районе 50 процентов. То есть те, кто хорошо зарабатывает, высший и средний класс, они платят 50-50 процентов. То есть больше тоже заработал, большую часть отдаешь государств. Раньше налоги были намного меньше. Была церковная десятина. Есть процентов. И еще там по мелочи там что-то. То есть человеку оставалось 80-80 процентов доходов. Проблема, что доходы были очень маленькие. Поэтому у нас сегодня доходы намного больше. Плюс учтите, что у нас есть страховка, у нас есть медицина. Поэтому даже безработный человек может более-менее как-то выжимать. Мы сегодня это обсуждали по дороге. Особенно на Западе. Безработный, ничего нет. Нормально живут. Раньше человек умерло с голодом. Люди работали с детства и до смерти. Никто на пенсию не выходил. И за границу не летал. Не было денег. Клод. И царь Соломон в книге кое-какое лет. Он задумывается, что будет после него. Значит, и там. Дело в том, что вот эту книгу кое-какое лет, ее долго даже думали, помещать ли святое писание или нет вообще. Там есть масса противоречивой информации. С одной стороны, он говорит, деньги это не главное. А с другой стороны, деньги отвечают на все. Такие дети отвечают на все прекрасно. Заработайте много денег и будьте счастливы. То есть, мы учим наших детей, деньги это главное. Так, значит, очень много пребридуичных предложений. Там и писали, царь, и царь, и карь, и не будет слишком праведным. Мы учим, чтобы человек был праведным. А царь Соломон говорил наоборот. Поэтому с этой книгой были проблемы. Мудрецы долго не хотели ее носить в святое писание. В итоге разобрались и да, внесли. Это очень-очень интересная книга. Многие думают, что она пессимистичная. Там все так плохо. Там все, что они делают, все плохо. Нет ничего нового. Я пробовал это. Пробовал я женщин. У него было много жен у царя Соломона. У него было 300 жен. Он пробовал вино, пробовал деньги, пробовал имущество. Все пробовал. И не то. Все свято-свет, все плохо. Ну, это правильная книга, все плохо. Так, нужно психологу отличиться или психиатру. Мы не на это воспитываем. А чем заканчивается эта книга? Какое последнее предложение? Правильно. Молодец, Евдокия. Молодец. Евдокия права. Бог, обойся, в этом весь человек. То есть, там он не знает, что будет в будущем. Он говорит, может пойти так, может пойти так, может пойти плохо, может пойти хорошо. Но есть точно божественный суд. Точно есть в мире Бог. Есть точная жизнь после смерти. И есть точно божественный суд. Поэтому Бога нужно бояться. И наделать плохие вещи. Все остальное, как карта ляжет. Он пишет, что может быть хорошее время, может быть плохое время. А это третья глава. Мы всегда на похоронах, к сожалению, читаем. Да, там есть третья глава. Время миру, время войне. Время рождаться, время умирать. И многие христиане читают. Это неплохо, это нормально. И мы видим сейчас, что, возможно, в мире есть время войны. Возможно, мы находимся в такой вот ситуации. То есть в Европе долгое время был мир. В 45-м году, в Второй мировой войне. Более-менее был мир. Была и Берславская война. Ну, как-то это не совсем Европа тогда считалась. Сейчас мы видим война в Украине, война в Израиле. Там, скоро в Тайване, там, не дай бог, там, Денисуэля хочет затеять войну. То есть мы видим, что жизнь – это такие вот волны. И, возможно, мы находимся в волне, когда, да, бывают такие вот, когда все сумасшедшие нарываются до вас и начинают войны. Поэтому нужно сцепить зубы, нужно пережить. А то наступит время миру. Возможно, сейчас вот эти годы – это время войны. Это, скажем так, по царю Соломону, он бы так это рассмотрел. Он говорит, время молчать и время говорить. Поэтому, когда время войны, пушки говорят. То есть тут особо вести переговоры с агрессором. О чем можно говорить? Что воевать нужно? Потом уже, когда заканчивается, тогда да, нужно. Поэтому иногда нужно молчать, а не вести переговоры с агрессором. И, опять-таки, если это так, мы находимся сейчас в годы войны, то нужно держаться очень крепко и крепко, сжать зубы и все. И поэтому, опять-таки, здесь царь Соломон, вот он, здесь, например, про такого вот царя чертей, который да, знает будущее. Он да, знает будущее. Мы видим, неважно во всех этих историях, что будущее идет непредсказуемо. Мы думаем, свадьба там, все очень радуются, а жених умрет, и она будет долго ждать следующего жениха. Этот говорит, сделай мне на 7 лет обувь и 7 дней не проживай. И так далее. Тот там показывает чудеса за гроши, а у него под ним склад. И так во всем. То есть мы видим, что много чего умеем, много чего знаем. Царь Соломон умел разговаривать с чертями. Про него написано, что он знал все языки, даже язык деревьев и животных. С кошкой мог помяукать, собакой погавкать и так далее. То есть мы только сегодня расшифровываем язык дельфинов, они там как-то переговорились. То есть царь Соломон действительно был гений. И даже он не знал, что будет в будущем. Поэтому Ашмадай со всеми его минусами, он воспринимается как некто, опять-таки он не совсем человек, он черт, он такой плохой ангел. Он каким-то образом, да, знает будущее. Тоже не все. Так, что его там напоили, привели. Поэтому будущее, мы надеемся, что будет так, и мы видим, что может пойти по-другому. Когда у меня берут дешковицы, а что будет, если будет война? Я говорю, какая война, о чем вы говорите? То есть тогда это было невероятно. Сегодня мы понимаем, что это была слепота. Мы все были слепы. Поэтому, поэтому вот, Бога бойся, и в этом весь человек. В этом весь человек, да. То есть, что есть Всевышний, Он ведет мир. Еще раз, будущее, мы надеемся, что хорошее, но возможны варианты. Еще раз, наверное, в каком поколении ты родишься? Я вам рассказывал, да, есть знаменитый анекдот про одного человека. Сейчас скажите, почему я вам рассказываю. Значит, один еврей умер, поднялся, значит, на небеса, и его на небесах спрашивают, где ты родился? Он говорит, в Австро-Венгрии. Хорошо. Где ты сделали обрезание? На восьмой день. Представляется, между рождением обрезания. Где ты сделали обрезание? В Венгрии. Хорошо. Где ты пошел в Хедер? В школу, да. В Хедер с трех летом, у нас школа с шести. Где ты пошел в школу? В Румынии. Где ты закончил школу? В Чехослованске. Где ты женился? В нацистской Германии. Где, говорит, у тебя родились дети? В Советском Союзе. Где ты умер? В Украине. Да, говорит, потерпала тебя жизнь. Ничего подобного. Я из своего дома в Мукачево не выходил. Это анекдот. Теперь, если вы... Я проверил этот анекдот исторически, чисто прости. Если взять человека, который родился немножко до Первой мировой войны, умер там после независимости к 1901, это реальная история. То есть, это место переходил, тут в Румынии было, тут все были. В Закарпатье, да? То есть, эта история, в сущности, про Закарпатью. Обычно кусок земли приходит из руки в руки, там, Германия, Франция, Франция, Германия. Типа там, Рязас. Повторим. А Закарпатья было тут во всех. Плюс еще страны приходили и уходили. Поэтому, опять-таки, мы видим, что будущее непредсказуемо. То есть, ты не знаешь, какая страна будет там через 30-100 лет, и будет ли вообще страна. Но это не значит, опять-таки, что нужно сказать, что это осует, не будем работать, будем безработными, будем пить воду и кушать хлеб. Ничего подобного. Мы будем работать. То есть, царю Соломону ставится заслугу, что много работал и много имел. Это хорошо. Это хорошо. Еще раз, нужно понимать, что тогда царей и его кони, они были и личные, и государственные одновременно. То есть, у него и бюджет был, и личный кошелек и государственный. Это был один кошелек. Сегодня мы разделяем. Тот, кто путает кошельки, сегодня это коррупция, за это сажаем. Но тогда это было едино. Так было принято. Все деньги государства царские, все царские деньги, они же и государственные одновременно. Были цари, которым удаляется мотворить государство очень быстро. Проводили баллы и пирушки. Поэтому, опять-таки, вот этот вот царь Шмадай, он нам показывает, что будущее не в наших руках. То есть, мы стараемся. Царь Соломон старался, делал. Но есть определенные границы нашему старанию. Поэтому, я вам дам очень интересный ответ, почему, значит, экклезиасты, это очень важная книга. Дело в том, что там царь Соломон, это один и тот же человек, который представляет четыре разных человека. Ну, там видно, есть пессимисты и оптимисты, это понятно. Значит, там есть один человек, который очень деятельный, все делает. Я строил, я там делал, я тоже все. Это такой активист. Есть там один, значит, пессимист. Все плохо, все не получится, все не так. Это такой вот, который... Но с другой стороны, это такой вот прагматика, у которого стакан всегда наполовину пуст, и ничего не получится. Да, меньше делай, сиди себе дома, кушай хлеб и воду, не расстроишься. Есть там такой человек. Есть там человек, который там, вот, Бог все знает, Бог все делает. Да, такой, религиозный такой. Ну, не фанатик, но патриот такой. И есть там человек, который какие-то вообще, говорит там, еретические вещи. Вот, судьба праведная в игре, что им одинаково. И этому умирать, и этому умирать. Что это за дела? Да где ваш Бог? Да он вообще ваш Бог вообще не занимается. То есть там есть такой полуатеисток. Это все один и тот же человек. Это царь Соломома. Который, опять-таки, разными очками смотрит на жизнь. То есть царь Соломома говорит нам, что это легитимно. Там, иметь плохое настроение, да, там, иногда впитать врача. Это все нормально. Нужно ходить. Психологу принимать таблетки. Это у всех бывает. Нужно просто выходить. Да, поэтому человек, который все равно смеется. Мы говорим, он немножко сумасшедший, он глупый. И человек, который всегда грустный. И вот его нужно, да, хочу показать. Это называется депрессия. Это полезно. Поэтому это нормально, когда у человека разное настроение. Это нормально, когда человек меняет свое мнение. Это можно. Только глупец не меняет свое мнение. И поэтому там каждый, кто говорит книги Куэллет, там, на самом деле, опять-таки, мы как-нибудь со мной. Тяжело учить. Просто по интернету будем учить. Она длинная. Там 12 глав. Она длинная, эта книга. Очень. Еще раз. Там разные концепты. И поэтому вот эта вот, вся эта вот встреча царя человеческого и царя чертей, это встреча с неизвестным. То есть мы видим, что встреча с будущим. То есть даже самый умный человек может оказаться дураком. Поэтому, когда говорят, вот, Нобелевский, говорят, такой-то считает. Он в чем, Лобелевский, говорят, в своей профессии, вот вы это умный, в остальном может быть дураком. Поэтому, вот, шахматисты, умные люди. Они в шахматах умные. А в остальном они могут быть дураками. И так во всем. И так во всем нужно это понимать. И поэтому, про себя скажем, и раввины, они умные в своей области. Поэтому, не нужны с раввинами в этом, в этом, в этом. То есть иди к врачу. Да, то есть закон говорит, не иди к раввину лечиться, иди к врачу. Самому лучшему, заплати денег. И поэтому в военных делах советуются с военными. В делах машин советуются с механиками в гараже. В духовных делах советуются с раввинами. Но черт, и раввины всего не знают. И раввины ошибаются. Раввин божумный в своих делах, а в других точно так же. Меня тут однажды полицейский. Обдурили как ребенка. Я потом так смеялся. Денег забрали. Ну, бывает, да. То есть я потом понял, что они мудрецы, а я глупец. У них профессия забирать деньги с палочкой. Развили. Гениально. Обидно было. Но потом я понял, какие они мастера своего дела. Понимаете? То есть и вот ровно эта же ситуация. В чем-то ты умный, а они в чем-то умны тоже. Окей? Это то, что нам эта история рассказывает. Это то, что нам эта история про Соломон и царя чертей. Что даже самый умный человек, на него нашелся пол с гайкой, пошел царя чертей, надурил его. А в Германии-то он же таких получает, да? Нет. Нет. Не заграл. Нет, они вам будут штрафы дети платить. Это не настолько. Поэтому, вот про это, эта история. Поэтому еще раз, нужно полагаться на Всевышнего, а не на Нобелевских лауреатов, на кого-то. То есть, нужно понимать, что любой человек может ошибаться. Нет умных людей во всем. Люди всего не знают. И это, кажется, прогнозов по окончанию войны. Даже самые умные эксперты, которых я слушаю, я вижу, что в этом он не понимает. Потому что нельзя всего знать. Это невозможно. У меня все на сегодня. Вопросы? У меня есть вопрос. Это мой наш успех, который вырезает. Так, может, еще запишу, что у меня, у меня, у меня, у меня уже последняя.